Прошла уже неделя, представьте себе. Уже две недели. Ну что, пришло время. Три недели. Слушай, а классно было бы качелю? Видимо, эксперимент вы сделали и получили опыт. Значит, видимо... Я хочу, чтобы люди это услышали и узнали. Оно так круто! Хорошо, взял мяч, работай. Так оперативно, по-моему, никто ничего не делает. Ну что, друзья, всем привет. Наконец-то этот выпуск, который мы, кстати, будем снимать долго, но вы увидите все быстро и это хорошо. У нас прошло ровно две недели с того момента, когда мы впервые приехали к СМАШ. Две. Две? Уже? Уже две недели. И я могу вам сказать, что это были, мне кажется, самые насыщенные две недели и впервые наш участник действовал настолько быстро, потому что наша группа все время общалась с командой. И сейчас мы встретимся с командой и посмотрим, что удалось сделать Саше за две недели и расскажем. И ты уже видишь, конечно. А я уже вижу ребят. Ребята сначала! Привет! 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 Ну что, как вам? Сразу понятно, но совсем другое дело. Совсем другое дело. Мне очень хочется пойти посмотреть, потому что я немножко следила, даже сторизы показывала и вообще за всем наблюдала, но вы тоже, я так подозреваю. Ну пойдемте посмотрим, что изменилось внешне, потому что это она сегодня интересует больше всего. Как вам решение с пола? Однозначно лучше. Правда, классно? Очень круто. А декор на столе оживил как? Декор на столе красота. Смотрите, рейки доделали, они их пустили вниз. Ребята еще ищут решение, как приобретить белые окна-двери, чтобы они больше гармонировали с рейками. Надеюсь, что они получится придумать. Но то, что добавили рейки вниз, это уже украсило. Да, сильно. Вообще другое. Так, я вижу, что еще доску мы заменили милованную. Да. То есть у нас здесь будут, я так понимаю, всякие предложения, которые меняются. Очень классно, мне тоже очень нравится. Но вид совершенно другой, правда? Вот этого нету. И заметьте, даже эта зеленая травка, которая нам страшно не нравилась, она тут сработала очень хорошо. Она здесь закрыта, да, и какую-то атмосферу. Очень классно. Пойдемте вовнутрь. Находите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я что вижу? Я вижу, появилось, понятно, что теперь это гриль-бар. Да. Очень классная картинка. Вижу, что здесь есть решетки, но пока еще ничего на них нету. Но это временно. Это пока. Это место для нас. Очень, добавили мелочей, но сразу преобразился. Сразу же, без зелени, очень классно. Да, подоконники. Подоконники. А, смотрите, логотипчик какой-то. Уже все новое. Уже все новое. Уже все новое. И салфетки. Все, как ты просила, говорила, ну очень. Я думаю, что самое время позвать Сашу и каждому из нас рассказать о той работе, потому что мы сейчас что-то видим, что-то не видим. Каждому из нас рассказать о той работе, которая у нас произошла за две недели. Да. Договорим вам? Давай. Саша! Ау! Ну совсем другое дело. Нет. Я рада, что вам нравится. А тебе? Мне очень нравится. Я предлагаю нам сейчас рассказать все, что происходило за эти две недели. Договорились? Да, да. Все. Ну давай по порядку, что изменяли, как все происходило, как мы взаимодействовали друг с другом. Мы все хотим знать. Ну что же. Я не начала. Ну, интерьер очень преобразился. Мы видим вообще, по сравнению с тем, что было, очень здорово. Хорошо, что ребята максимально прислушались ко всем советам. Давайте детали. Что сделали? Что сделали? Ну, первое, что мы видим, это логотип, да, который сразу выглядел со входа. Сразу понятно, что мы находимся в греймбаре, да. Выглядит здорово. Сервировка столов. Тканевые полотенца, да, вообще. Вижу, что логотип появился. Да, новое лого. Появились мутборды для фото, которые, да, впоследствии будут развешиваться. Интересны какие-то открытки, фоточки. Появился рейл при входе. Тоже выглядит намного стильнее, чем предыдущие. Подоконники вообще просто нереальные. Да, очень классно решили. Решили, при том, что я советовала немного по-другому, но ребята сделали по-своему и выглядит классно. Есть изменения по фасаду. Опять-таки, я советовала немного не так, но сделали не отходя от концепции и тоже выглядит классно. Вы согласовывали эти вещи? Да, мы согласовывали. Постоянно были на связи и возникали у Саши вопросы или сомнения, что лучше сделать либо поставить. А то мы все быстренько решали все вопросы. Как тебе, Таша, как клиент вообще? Насколько были быстрее реакции? Как и честно? Честно, очень удобно. Очень было комфортно. Ну, вообще, все на одной волне. Сразу, да-да, ок, согласовали, все пустили в работу. И так оперативно, по-моему, никто ничего не делает. То, как работали, то, как работали ребята. Это было очень оперативно. Ну, у вас сжатые соки, понятно, преображения должны были, ну, класс. Мне очень понравилось. Скажи, какими силами все это делалось теперь? Делалось. Вообще, насчет Катиных рекомендаций, это было очень странно. Но, когда мы это все сделали, случился просто какой-то magic. Потому что поставили вот эти штучки, да, классно, супер, добавили декор, красиво. Но, когда вчера мы повесили этот таракал, я как-то еще повесила, бегала, бегала, не обращала внимания. Потом ко мне зашла сестра, сфотографировала его. Я смотрю на фотографии, оно так круто. Просто она моментально настолько преобразила кафе. Тут еще эта подсветочка, это очень классно. И точно так же мудборды и рейл, этот дремель. Вообще, ну вот, казалось бы, мы убрали просто вешалку, мы просто убрали ковер, добавили что-то еще. Это было буквально в этом сколько там, около десяти мелочей, да, мы изменили. Но оно, правда, очень круто преобразило. Все делалось рано утром, поздно ночью, когда появлялось время. С ними руками? Да, все ребята участвовали. То есть команда, вы никого не привлекали? Конечно. Нет, мы все делали сами. Ну, мы же все-таки начали с того, что мы все тут умеем делать, только ничего для этого не получается. Вот, да, все делали сами. У нас даже там были сторис, как я пересаживаю вазоны, там, Леша прикручивает эти штуки. В общем, ребята до ночи все эти дни оставались, делали, заказывали. Был ли кто-то из вашей команды, кто говорил, вот, я так делать не хочу, это плохо? Да, все, я тоже. Так, ну что, я никогда не видела, чтобы инстаграм менялся так быстро. У нас это получилось. Я хочу обратить ваше внимание на то, что у нас две недели с момента нашей встречи до момента нашей сегодняшней встречи. Две недели за которые изменился не только интерьер, но и изменился инстаграм. И впервые, у меня уже полтора года опыта в нашем шоу, впервые, когда наши зрители пишут, во-первых, я выставляю профили, наши зрители пишут, вау, как поменялся инстаграм. То есть это очень очевидный фактор. Костя, расскажи, пожалуйста, какая работа была проведена, сколько ресурсов было, что объясняли, что делаете за Сашу, кто пишет эти классные тексты, кто делает эти фотки и как вообще за две недели мы уже видим такой результат? Насправді, работы было дуже багато сделано. Воно, как бы, визуально на картинце, когда мы дивимся в сторинке инстаграм, ніби так швидко все происходит, но это было много часов работы. Какие этапы? Ну, от начала мы встретились и разработали стратегию. Как самая должна выглядеть по новому сторинка, выходя из желаний, выходя из общей маркетинговой стратегии, которая нам была предложена. И мы уже начали формировать визуальный ряд, безусловно текстовый ряд, фото, видео, сториз и как должна выглядеть безусловно сама лента. Поэтому это был первый этап такой. Потом мы начали... Другой этап, это уже было подгонка текстов. То есть Саша сама писала эти тексты, глотировала их. И уже, чтобы они отвечали безусловно фото, видео и тому ряду, который подавался. Третий этап, это было безусловно так называемое фото, где фотографировалась безусловно продукция. И мы уже працювали безусловно с фотографиями, с визуальным рядом и как он мог выглядеть в целом. Но это действительно занимает очень много времени. И на самом деле, у нас нет дребенок, которые не можно поделить внимание. Соцмережа, она не пробачивает блок. Сразу появляются комментарии, люди сразу скажут на то, что ты помиляешься. И это круто. На самом деле это круто, это непогано. Очень быстрый фидбэк мы получаем. Да, это классный фидбэк. Ты понимаешь, что ты что-то делаешь не так. Но, опять же, тут надо четко понимать, что, скажем так, загальна экспертность, как я это называю, это не всегда хорошо. Потому что человек не всегда понимает сама, что она хочет и как ей нужно подавать этот продукт. Поэтому тут это исключительно проба системы, пробовать новые стратегии, працюют, не працюют, взаимодействуют, не взаимодействуют. Безпосредственно по процессу, я думаю, лучше Аліна и Саша расскажут. Потому что они там безпосредственно уже працювали во всех этих нюансах. Давай, Аліна, рассказывай. Я начну с того, что нам с Костей очень повезло, потому что он отвечает за мозговую деятельность, а я уже это все визуализирую и складываю общую картинку. Вот, это очень круто. Костя, Саша, ну, больше он, Саша, создали стратегию. Мы уже приехали сюда, мы понимали, что нам нужно отснять для фотоконтента, какие должны быть сторис, показать это все сочно, как жарится. То есть вы приезжали и делали съемку. Да, мы делали съемку еще отдельно от фотографа. Потому что мне Саше нужно было тоже показать, как снимать правильно. Чтобы она могла самостоятельно работать. Чтобы она сама могла, да, уже. Потом поддерживать свой инстаграм на ложном уровне. Ну, чтобы так и оставалось все. Вот, мы сняли еду. Я считаю, что теперь очень даже понятно, для чего в столах барбекю. 100%. Что на них можно жарить, что есть не только мясо, что есть всякие сладости для кофе. Потому что буквально прошло пару дней, и от первой съемки мы приехали, Саша говорит, смотрите, у нас в кофе есть сладости, целая огромная коробка. Вот, это очень классно, потому что я как любитель шоколада. Кофе с шоколадом – это мастхед абсолютный. Да, согласна. Вот. Есть фото профессиональные, которые Аня снимала. Их тоже будем задействовать в инстаграме. Потому что они больше нацелены на рекламные процессы. Но для инстаграма очень круто. Потому что фотки получились очень атмосферные, атмосферные и будущие. Вот. По текстам, по копиратингу мы с Сашей с утра до вечера постоянно в телеграме, на переписке. Саша писала тексты и очень крутые. У нее это очень плохо получается. Просто все выпуливается эмоционально. Ты читаешь, и ты проживаешь каждое слово, которое пишет. И очень круто, что правок практически не было. То есть дано оказалось тебе. Да. Скажи мне, пожалуйста, тебе много вопросов. Но вопрос номер один, который интересен всем. Всегда. И я хочу, чтобы люди это услышали и узнали. Когда мы сегодня берем в руки инстаграм для своего бизнеса, нам кажется, что мы этот инструмент очень неплохо знаем. И тебе так казалось. Конечно. Да? Просто делать посты, что сложного. Просто делать посты. Скажи, пожалуйста, чем отличается сейчас просто делать посты, то, как ты делала это раньше, после того, когда ты начала работать с ребятами? То есть есть ли вообще смысл искать каких-то экспертов, нанимать им? В чем эта экспертиза? Потому что по визуальной картинке и по наполнению инстаграма ощущение, что это разные люди снимали, естественно, и разные люди писали 100%. И это разные кафе. И это разные заведения вообще. То было какое-то там посредине рынка, а это какое-то очень прикольное заведение. В чем эта разница? Что ты для себя поняла? Вообще, после сотрудничества с Костей и Алиной, я приняла решение, что как только закончится проект, я, скорее всего, буду с ними сотрудничать и дальше. Сейчас мне уже кажется, что вот реально визуальная составляющая, это просто я смотрю с ума, я хочу, я хочу эти салаты, я хочу сюда прийти как гость. В чем магия? Почему ты этого раньше не делала? Во-первых, раньше я на это не обращала внимания. Во-вторых, для того, чтобы сфотографировать красиво салат, блюдо, что-то еще, надо его сделать красивым. Мы же, ну, как-то тоже в предыдущем интервью Борисов говорил, да, что вот в Европе мы можем прийти там с плохой тарелочки, с плохого столика и очень вкусно покушать. Нас люди этого не любят. Мы тоже это делали вкусно, но не делали красиво. Просто как-то подавали там Цезарь. Мы поработали очень хорошо над подачами салатов, над подачей мяса. То есть, Инстаграм, я правильно понимаю, что Инстаграм повлиял на то, какая, в принципе, насколько изменилась подача теперь блюда? Мы изменили подачу блюд. То есть, вы поняли по Инстаграму, что это некрасиво и это повлияло на продукт? Это невозможно было сфотографировать красиво, да. Так как мы не можем передавать вкус через Инстаграм, то над визуалом блюд мы поработали. Давайте тогда сразу акцентируем внимание, что посмотрите на свой продукт через призму фотографии Инстаграма и посмотрите на то, насколько это выглядит привлекательно. Если в вашем Инстаграме нет лайков на этот продукт, это значит, что поэтому, в общем-то, у вас и с продажами могут быть промывалы, да? То есть, какая взаимосвязь есть. Скажи, пожалуйста, увидели ли разницу кто-то, вот кто-то вообще кроме нас, да, мы все были в шоке. Увидела ли ты, получила какой-то фидбэк, чтобы кто-то сказал «Ой!» Так у нас нет ни одной фотографии без комментариев. Все пишут «Вау! Круто! Хочу! Супер! У меня директ там завален сообщениями!» Это просто не считая… То есть, эффект уже есть? Конечно, не считая звонков знакомых, которые «О, класс! Это что, с фотостока?» Говорю, «Нет, это наша еда!» Вот так, эффект, да, есть, и вот это то, что реально надо, ну, я готова делегировать, потому что это просто была пушка, просто очень круто. Скажи по поводу работы с Аней, потому что Аня сегодня не смогла приехать у нее съемки. Как тебе работа с Аней и что такое вообще профессиональный фотограф? Есть ли смысл работать с профессиональным фотографом? Немножечко об этом. Да, с Аней у нас была такая очень атмосферная фотосъемка. Это было с ней было очень комфортно работать. Правда, себя чувствовали все очень расслабленно. Фотографии, которые я получила, у меня был шок. Правда, я сейчас не могу подобрать слов, потому что их не существует, чтобы описать то, что вышло. Мы пока их еще не опубликовали, но вот дальше уже будем пользоваться. Но они, ну, вся рекламная продукция, собственно, там, из ее фотографии она сделана. То есть на эти вещи стоит тратиться? Конечно, это на первое просто. Я сейчас понимаю, что вот мне еще ребята говорили в самом начале, зачем ты эти тарелки делаешь, занимайся рекламой. Ну, типа, покупаешь тарелки. Я сейчас понимаю, что реально, ну, вот это все круто. Типа, тарелочки, там, детальки, ну, вот реклама. И то, как это будет выглядеть, самое главное. Покупая тарелку, этот совет будущим рестораторам, покупая тарелку, ты должен понимать, как она будет смотреться в кадре. Вилку, стакан, все. Просто вот это все самое важное, как это будет выглядеть в Инстаграм. Такой век у нас Инстаграм. Смотрите, сегодня одним из основных трендов, о котором говорят абсолютно все в рекламе, является то, когда мы наших гостей, клиентов, потребителей каким-то образом мотивируем создавать о нас контент. Я думаю, что это обязательная часть, ну, для начала мы это делаем просто красотой, да, какими-то интересными решениями, но если мы их еще дополнительно будем побуждать к тому, чтобы они нас шейрили, чтобы они о нас рассказывали, это будет очень круто. Поэтому первое, что я хочу с вами сейчас обсудить, это у нас есть два прекрасных мудборда, под которые у нас есть определенные задачи. На одном мне бы все-таки хотелось, чтобы мы повесили фотографии классных гостей, они здесь обязательно будут. К сожалению, мы не можем сегодня, у нас нет тут аппарата, чтобы гость, который пришел, да, там, повесил здесь свою фотку, ну, и вообще вопрос, либо это ему надо или нет. Но я думаю, что мы можем подумать над тем, каким образом мы можем мотивировать нашего гостя, например, оставлять какие-то свои пожелания, да, если ему вкусно и классно, мне никогда не жалко об этом написать, у тебя действительно очень вкусно, мы уже приходили на обеды и пробуем это, и булочки стали вкусные очень, вот некоторые едят много булочек. Я предлагаю первое, это подумать над какими-то карточками инстаграмного формата, где человек бы мог вставлять, например, свой инстаграм, подписывать эту карточку, и важно дать ему, зачем ему это делать, да. Помните о том, что когда мы клиента, гостя, неважно кого, вовлекаем во что-то, нам всегда должна идти мотивация. Я вот, например, по своим постам в инстаграм замечаю, что у меня прекрасные люди, они меня читают и любят. Но стоит мне написать, что я разыгрываю книжечку, там, да, поцелуй или бутылку кока-колы, как активность возрастает, и сама точно такая же. То есть, может быть, даже иногда это мне напоминает о том, что, блин, ну, мне же здесь нравится, мне этот человек нравится, что мне жалко ему написать, ну, мы все куда-то бежим. Поэтому я предлагаю подумать над активностью, которая бы побуждала человека что-то написать, и предложить, например, раз в неделю, как мы это делали когда-то в пинг-баре, мы, например, разыгрывали букет цветов. Вот, раз в неделю люди оставляли там, я не помню уже, что они делали, что-то там фотографировали, репостили. Мы их фотографировали, по-моему, на точке у себя с цветами как-то. Они делали у себя там репосты, и раз в неделю мы разыгрывали для них этот букет. И для людей это было прикольно. Это была прикольная активность в инстаграме, потому что они это у себя отмечали, мы у себя отмечали, это все шейрило. И затем уже приводила к нам каких-то новых клиентов, новых подписчиков и так далее. Каким образом с помощью инстаграма, рекламы чего-то, мы можем привлекать людей непосредственно сюда. Вот эта стратегия, она будет сейчас какая-то внедряться? Ну, тут будет зависеть от команды, но в целом варто уже переходить до более активной фазы. То есть сейчас, как бы, СММ сам по себе, это не просто процесс, как текст, фоточка и тому подобное. И ждать, надеюсь, где наши лайки. Питание в том, что это насправді великий процесс, то есть довготривали процесс и не можно, я, например, не понимаю, когда говорят, что за месяц разкачать. На хайпе возможно, но створить хайп достаточно не так просто в современном свете, потому что он очень циркулюет, информации много, все здесь створится и хайп тяжело строить. Это, как минимум, мает определенный период времени. То есть сейчас уже нужно створить, за счет рекламы, просувание, но не просто тоже. Тут нужно враховывать, что это не выбрав, ой, мне эта фоточка подобается, у меня в ленте, вот я ее выбираю и все, типа, я ее просуваю. Далеко не так. То есть это окременно готуется, окремный пост, который будет исключительно формироваться для просувания. Он, есть определенные правила, как он мает, что мает мастить текст, какую информацию мает мастить фото или видеоматериал. То есть это определенные навыки и знания, которые нужно выкрасить для того, чтобы формироваться для просувания. Потом, самое важное, целевая аудитория. Когда человек занимается просуванием, таргетов, все всегда говорят, какая ваша целевая аудитория, какое ядро, с кем мы будем коммуникувать, до какой дии мы закликаем. Тут также много помилок, часто допускаются на початковых этапах, когда люди осваивают эту профессию или сами попробуют. Потому что на Инстаграм, если это включено, например, через Инстаграм, а не через более высокие инструменты, даёт на выбор три позиции, а человек думает, я все три выбрала, классно, сейчас и на сайт зайдут, и впознаванность на странице, и бренди. Но потом, на самом деле, это самая большая помилка, потому что в итоге деньги будут спущены, эффекта не будет. Другая проблема – это то, что целевая аудитория мает четко формироваться. Мы должны четко понимать, до кого идет по силу. Нема такой целевой аудитории, как 25-60, все мужчины и женщины в радиусе 2-3 км. Это не целевая аудитория. Что-то такое, кто здесь ходит, но это не целевая аудитория. Под каждый пост, под каждый проект, под каждый рекламный сет, скажем так, формуются все эти налаштувания, целевая аудитория, что мы хотим достигнуть, что мы хотим донести, и как в итоге мы хотим отримать наш взрослый клиент, показатель, чтобы он достигнув покупку, чтобы он достигнув какую-то дию за нашим аккаунтом, чтобы он был в офлайне с нами. Поэтому следующим степом, я думаю, что можно будет врахованием того, что у нас нестандартный аккаунт, нестандартный тем, что он берет свою участь в проектах, много людей задействованы для того, чтобы про него говорить, и можно уже начать рекламу. Тут уже стратегия, мы будем говорить окремо, какую самую рекламу, и контент подать для того, чтобы его рекламировать, чтобы как можно быстрее и больше зацепить людей, отримать свой фидбэк и попробовать. До речи, я еще хотел бы задать, насправді Саша и команда их, они молодцы, они пошли там, есть сейчас удроид, и они также подключены до этого сервиса. И также нужно указать на это, что есть еще такая возможность, не просто прийти, если люди не имеют возможности прийти сюда, она может купить этот продукт, потому что продукт, очень качественный, очень хороший. Ну так давайте воспользуемся. Вы, все, кто живут в Киеве, в разных районах, есть UberEats, сделайте себе заказ и попробуйте вообще еду, отпишитесь, посмотрите, как это классно и прикольно, потому что действительно вкусно. У меня вопрос всегда, еда доставляется, она вообще в каком виде доставляется? Доходит нормальная, горячая, хорошая? Конечно. Да, да, мы упаковываем, и у нас был вопрос, когда мы вот заходили на эту платформу, какую еду доставлять, сырую или готовую, мы же продаем здесь сырую, вот, но, конечно, предназначение готовое, мы на кухне жарим на этих же поверхностях, да, все доставляем. И доставляем. Ну, смотрите, мы еще раз оставляем ссылку на инстаграм, обязательно попробуйте, просто попробуйте, потому что реально очень вкусно, и, ну, мне кажется, это будет классный фидбэк тоже для Саши, если вы отпишетесь, может быть, что-то будет не так, кстати. Вот, если что-то будет не так, вы приедете к Саше, она вас угостит бесплатно. Да? Да. Вроде как классно. Нет, но если действительно что-то в доставке будет не так, и вы дадите ей фидбэк, для нее это тоже очень важно. Конечно, да. Потому что никогда ни у кого не стоит задача у ресторана отправлять плохую еду, да, просто чтобы один раз получить деньги. Все хотят, чтобы вы к ним возвращались, поэтому это тоже очень, как бы, классный момент. Да? Хотя мне очень нравится, конечно, именно момент вот этой жарки, вечно для меня, например. Это такой кайф, от которого получаешь удовольствие. Значит, таким образом, смотри, мы подошли сейчас к тому этапу, что нам необходимо начать заниматься привлечением аудитории и использовать уже свой красивый Инстаграм по назначению, для того, чтобы люди, изначально глядя на страничку кувалка классно, приходя сюда, получали уже знакомство первое с твоим продуктом в непосредственном ВКонтакте и, соответственно, оставались с твоими клиентами. Это сейчас для нас очень важно. У меня еще к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, какой-то вообще фидбэк уже пошел от людей, которые, возможно, приезжают, не знаю, посмотрели шоу или увидели из клиентов изменения в Инстаграм, или, возможно, они заходят и говорят, ой, у вас что-то меняется. Что-то происходит сейчас такого рода или еще нет? Да, происходит. На самом деле, еще не так много, чтобы там можно было как-то в какую-то статистику вносить, но, да, у нас, во-первых, после выхода шоу пришло за два дня три столика, мы посмотрели шоу и мы пришли. Если честно, я вообще не ставила ставку на то, что я буду рекламировать кафе на шоу. Я вот хотела именно получить концентрат этих, ну, мне не профессионалов, но была удивлена, правда, когда люди начали приходить. Мы поставили задачу изменить тебе логотип в течение недели, да? Да. То есть обычно, как бы, логотипы делаются месяцами, неделями, у тебя такого не было. Расскажи про то, кто сделал тебе логотип, как это происходило и сколько времени понадобилось. Работа по логотипу и по всем большинству визуальных составляющих была проведена Тони Инстадесайнлаб. Поставлю себе. А как ты нашла Тоню? Мне ее порекомендовала Аня Фотограф. И это было просто еще, это был третий мэджик, который со мной происходил за эту неделю. Логотип вообще дня два, по-моему, это заняло. Но за вот эти десять дней она сделала логотип, вот эту штуку, четыре баннера на улицу рекламных и на лайтбокс тоже абсолютно новую картину. То есть мы можем ее тоже рекомендовать как человеку, который быстро работает? Очень, очень. Она очень быстро работает, это правда, было очень комфортно, очень компетентно. Обязательно оставим ссылочку, потому что мне было интересно посмотреть все-таки на вашу работу. Видеоролик. Была поставлена задача снять видеоролик, который мы сейчас видим, наблюдаем. Да. Как происходила эта работа? Ролик снимался в тот же день, когда я была фотосъемкой с Аней. Кто снимал? У нас была оператор Дарья. Вот опять же, обе эти съемки, фото и видео, такое ощущение, что мы просто сидели и ужинали и все. Где ты взяла Дарью? Мне тоже Аня посоветовала. Аня у нас дилер хороших контактов. Ясно. За сколько смонтирован был ролик по времени? За сутки. За сутки. То есть мы можем рекомендовать еще дилера, который монтирует и снимает ролик за сутки. Да. Это очень хороший, достойный ролик. Я хочу, кстати, обратить ваше внимание вот на что. Очень многие там писали мне о том, что почему вы не порекомендовали профессионального фуд-стилиста и фуд-съемку и так далее. Вы всегда должны помнить об очень важных вещах. Конечно, можно нанять супер крутой продакшн. Можно нанять, было там студию Федориф, чтобы он разработал логотип от 100 тысяч долларов. Но вы всегда должны помнить о том, что все в бизнесе должно быть рентабельно. И если вы с чего-то начинаете, вы должны находить хороший вариант для себя по соотношению цена и качество. Потому что не является рентабельным платить какие-то огромные деньги. Вам поверьте, вот то, что бы сегодня тут Федориф разработал, не сделало бы поток клиентов сюда. То есть вот этот нюанс, он очень важен. Находить все под себя. И следующий момент. Когда мы, например, снимаем супер красиво еду, мы тоже должны понимать, что это кафешка. Это может людей напугать. Они когда могут увидеть супер, такое все дорого, они просто сюда не зайдут, они не подумают вообще, что, во-первых, это может находиться здесь. Во-вторых, они могут испугаться, что это для них супер дорого. Поэтому всегда ваш продукт, он должен соотноситься с ценой качества. То есть он должен выглядеть на картинке и везде чуточку, ну, как бы, может быть лучше, но без вот этого перегиба. Вот это очень-очень-очень важный фактор. Поэтому я очень довольна тем, как вот оно все сюда вписалось. Правда? И видео, и логотип. И хочу еще отметить нашу команду, ну, потому что впервые я видела, что команда, мы все в одном чате, что команда настолько сообща находилась, и во всех логотипах, абсолютно во всем, вместе кидали какие-то, да, мнения, там, что да, это сюда вверх, это вниз, там, какие-то картиночки, вот, это очень круто, но это очень быстро. Скажи, пожалуйста, две недели прошло. Ты вообще веришь, что за две недели это можно было все сделать? Две недели назад не верила. Ну, мы же не все сделали, просто вы не видите. Мы это ловко скрыли. Но работать быстро, оказывается, можно? Конечно, конечно. Насчет команды, я не знаю, ну, там, как проходили предыдущие шоу, но, правда, я бы, я не знаю, я бы вас расцеловала всех просто, это было очень круто, мне было очень, ну, всегда удобно, приятно, комфортно общаться. Мы сейчас прощаемся. Ну, я прям очень довольна командой, супер. Классную работу проделали, вот, очень мне все нравится. Единственное, что мне не нравится у тебя, это место, конечно. Для ресторана место выбрано, но мы не можем сейчас ничего изменить, да, мы должны работать с тем, что есть. И вот наша задача, каким-то образом, мы не можем здесь взять людей, которые мимо проходят, и затащить их в твой ресторан, потому что просто никто мимо не проходит, практически, да. И поэтому, хочешь, не хочешь, наша задача взять людей через интернет, окружая и жителей, которые живут рядом. Все-таки у тебя ресторан не такого мирового уровня, чтобы к тебе приезжали, там, с другого конца города или с других стран, поэтому нам нужно работать, прежде всего, я думаю, с окрестными жителями. Поэтому, ну, вообще, в начале, когда ты запускаешься, нужно всегда закладывать бюджетный маркетинг, потому что ты понимаешь, что где-то нужно брать людей. Если ты открываешь в каком-то проходном сильном месте, тебе не нужен бюджетный маркетинг, да, но ты там платишь большую аренду, потому что там большой трафик, да, и ты платишь за это. Здесь у тебя, может быть, не такая большая аренда, но у тебя нету трафика. Значит, тебе нужно потратиться на трафик. И нужно понимать, что вот этот запуск, это когда будет самое большое вложение в трафик. То есть тебе нужно вначале максимально вложиться в трафик, чтобы сейчас люди к тебе пошли. Тогда, если у тебя хороший продукт, хороший ресторан, люди очень быстро, ну, скажем так, это запустится сарафанное радио. Потому что, если окрестные жители узнают, что здесь красиво, недорого, вкусно, интересно, какой-то новый формат, люди начнут друг другу рассказывать. Если в течение месяца-двух это не произойдет, значит, скорее всего, что-то не то с продуктом, или людям это просто не нужно, да. Бывает, что продукт классный, все хорошо, но люди хотят пойти в ресторан просто, чтобы поесть, а не для того, чтобы готовить. Хотя мне очень нравится у тебя готовить. Что нужно делать? У тебя красивый инстаграм. Теперь нужно, чтобы люди его увидели. Он красивый, понятный, да, все класс. Хочется его смотреть, хочется сюда прийти. Теперь нужно показать его другим людям. Поэтому нужно сделать несколько постов. Не нужно сразу несколько, делаешь по одному, да. То есть у тебя есть какие-то... Я думаю, что ребята помогут в этом вопросе, нам проще уже будет, чтобы кости как бы... Просто ты, вы должны поставить такую задачу, вы должны принять решение. Вот, например, вот у тебя есть один номер, да. Кава – это смоколики. Смоколики – это вкусности какие-то, что-то такое по-украински. Вот есть что-то. Я понимаю, что 40 гривен с 12 до 23. Я не понял, 40 гривен – это просто кофе, или кофе со смоколиком. Со смоколиком. Со смоколиком. Не хватает фотографий с смоколиком здесь. Я по-украински не говорю, поэтому я, может быть, неправильно произношу слово смоколики. Но его здесь не хватает, как по мне. Поэтому, если, допустим, ты делаешь пост, то надо кофе, фотография кофе, фотография этой вкусности, и описание должно быть, чтобы понятно, что это. И этот пост рекламируешь. Затем делаешь другой пост, как что у тебя там есть, бизнес-ланч, еще что-то. На каждое предложение отдельный, понятный пост. И этот пост рекламируешь просто на всех жителей, ну, в километр вокруг. Просто на всех. Нет, ну, всех совсем не надо. Там убираешь у тебя люди. Свою целевую, да? Хотя бы, да, хотя бы приблизительно. Хотя бы приблизительно. Ну, если ты очень сильно… Ну, можно об этом не говорить. Ну, есть вот такое. Есть Костя. Есть Алина, которые помогут. Ну, прежде всего я бы направлял на местных жителей. Вот это вот послание по максимуму, по кругу километров. Затем, смотри, это первое, да? И второе, я бы направил общего плана рекламу. Общего плана – это, ну, какой-то пост вообще о заведении, да? Хороший пост, понятное заведение. В других стран. Кто в Киеве? В Киеве кто посещал твою страницу? На них на всех вот эту вот рекламу можно направить. Это вторая рекламная кампания, она такая ремаркетинговая кампания. То есть это на аудиторию, которая посетителей Инстаграма именно твоего за последние 30 дней. Вот. Две таких… То есть на каждый пост, то есть несколько постов с Костей решите, он умничка. Сколько их понадобится? Пять или десять? И каждый пост рекламируете. То есть эти люди… Уже человек, который отреагировал на эту рекламу, по ней кликнул, перешел в твой Инстаграм, начал смотреть. Мы его потом догоняем уже ремаркетингом уже в ресторане, чтобы они забыли. Его обязательно догонять на ремаркетинге. Куда он не ходил, он везде должен тебя видеть. Причем ремаркетинг это должен быть желательно настроить не только в Инстаграме и в Фейсбуке, а еще его бы в Гугле настроить хорошо. А на этих же людей… Понимаешь? Да, да, да. Он ходил на чужие сайты, еще где-то. И ты его выскакивал и выскакивал, и вот таким образом смотри, даже когда он, например, забывает все равно, но он проходит мимо и видит твою вывеску. Здесь уже. И его уже это цепляет. Это вот самое частое, как работает. Когда ты много раз видел, и потом вдруг раз увидел, а, так это здесь, и ты все равно туда дойдешь. Как правило, одного касания очень мало, чтобы человек пришел. Ему нужно несколько раз, чтобы до него наконец-то начало доходить. А, это же здесь, это же рядом. Вот в посте в этом рекламном должно быть очень понятно, что это рядом. Именно вот это должно быть привлекательно для человека, что это не где-то там, в другом городе или в другом конце. Это возле него, да. Это возле, это рядом. Вот, вот, вот. Понимаешь? То есть должно как-то прямо сразу из вот этой картинки ему должно быть понятно, что это рядом с ним находится. Я хочу сразу обратить внимание, ну, на всякий случай, потому что об этом мало говорят, что на самом деле, когда клиент увидел и он уже пришел, это еще не совсем означает, что это твой клиент. Не забывайте, пожалуйста, о работе с ним внутри. То есть он поел. Не стесняйтесь пообщаться, задать пару слов. У вас достаточно маленькая кафешка. И в идеале, когда человек приходит к вам, а вы его уже как бы узнаете. То есть вы у него не стесняйтесь спросить, вам это понравилось, не понравилось. Не просто разговаривать как просто, вот, знаешь, такими очень дежурными фразами. А просто говорить, здравствуйте, мне зовут Саша, я хозяйка кафе, да. Я хотела бы спросить, вот мы недавно там только что-то сделали. Вот это вам понравилось, не понравилось. То есть будьте более расположены, чтобы у людей появлялось такое семейное местечко, куда они могут прийти и о котором они искренне хотят рассказать. То есть процесс полностью должен быть. Очень часто мы сейчас сталкиваемся с тем знаменитых кафе, да, куда мы пришли, а в итоге как-то так с нами там все это произошло, что мы не хотим туда возвращаться. То есть и прелесть как раз своего заведения в том, что у тебя нету большого потока и ты можешь уделить это внимание. То есть клиент это будет чувствовать, искренне чувствовать, что все хорошо. Если пришел ребенок, искренне отреагировать, искренне принести ему конфетку. Вот эти забавные вещи, когда мы, например, просто чем-то угостили, для гостя всегда имеют огромное значение. Он себя чувствует в этот момент особенно. В результате иногда бутылка стоимостью 5 гривен. Я думаю, дело даже не в подарке, я думаю, дело во внимании. Внимании. Я думаю, блин, покупать здесь за 30 гривен бутылку воды или выйти, да, там, и ты вдруг приносишь ребенку стаканчик водички, это важный фактор. Смотри, у них не такие большие здесь заработки, чтобы раздаривать. Я считаю, что важно, да, важно просто с людьми знакомиться, да, говорить. Потому что многие будут просто сюда приходить. Я не согласна. Ладно, давай не спорить. Не согласна. Давай, я права, спорить не будем. Я говорю о том, что эти вещи, на самом деле, они, может быть, они не настолько богаты, но они не настолько богаты, чтобы терять клиентов. Я, как мама, например, к стакологу детей, я всегда эти вещи отмечаю для тебя. Смотри, какой мужик, сними его. Поехал. Громыхает тут. Я всегда эти вещи отмечаю, и это всегда становятся для меня какие-то особенные заведения, потому что здесь у нее больше похоже, знаешь, на итальянские местные кафешки. Вот если мы говорим, например, о Европе, то там хозяева абсолютно нормально, что они работают в ресторане. Они ходят не потому, что хозяин им что-то дарит, а потому что они просто его знают. Нет. Когда ты знаешь человека, ты хочешь к нему приходить. Я говорю не о подарке, а о проявлении внимания к тому, когда что-то происходит. Я же не говорю просто подойти, но если мы вовлекаемся, то есть не быть от своих гостей отчужденными, знаешь, спрятаться на кухне и как бы все, и сидите как-нибудь. Это очень важный фактор, потому что вы, по сути, будете держаться на постоянных клиентах. Вот это важно помнить. Я говорю именно об этом. И второй момент. Все-таки мы не онлайн-возведение, а мы оффлайн-возведение. И так или иначе у нас здесь есть группы людей. У нас есть офисный центр рядом, это одна группа людей. У нас есть какие-то люди, которые работают в каких-то, возможно, магазинах, которые обедают. У нас есть третья группа людей, которые находятся в комфорт-тауне. И я уже писала, предлагала, и сейчас хочу, чтобы вы разработали какие-то карточки небольшие с предложениями. Я уже говорила о том, что это может быть либо там 100 гривен в подарок при каком-то чеке, или 50 гривен, неважно. Или где-то там кофе дается за что-то. То есть предложить какие-то решения для людей, чтобы вы могли это раздать. И посмотреть вообще, это каким-то образом людей будет побуждать. Потому что когда мы просто даем людям флэра, вот у нас такое заведение, это, как правило, сразу идет в сторону. Поэтому первое, формат всегда должен быть более удобный, интересный. С выходом на наш инстаграм. У нас же есть инстаграм. То есть человек, например, а где это, а что это? Он там навел мой QR-код, например, или там сбил. И такой, о, прикольная инстушка. Значит, это прикольное заведение. То есть у него уже есть. И если там написано, что прийди, закажи и что-то получи. Или вообще получи что-то бесплатное. Вы уже сами должны эти решения предпринимать. Я бы потестила парочку предложений. Единственное что? Поработайте над целевыми группами. Что было бы интересно в офисном центре, что еще там. Сегодня это не так дорого стоит. Но если мы, наша задача посмотреть, дает нам это какие-то решения, какой-то приток или нет. Если нам это не дает, окей, мы эту тему закрыли. Но на сегодняшний день мы уже выглядим гораздо привлекательнее. Потому что ты рассказывала нам в прошлый раз, что вы делали там какие-то рекламы на Comfort Town и так далее. Но то, как вы выглядели, это, ну... Сейчас вам нужно вот задействовать все, все возможные каналы оповещения людей и всех стволов просто полить. Ну, месяц как минимум, да? Если через месяц вы увидите, что у вас, ну, люди приходят, но они не возвращаются, значит, видимо, все-таки вы, все-таки у вас экспериментальный достаточно формат, да? Да. И, видимо, эксперимент вы сделали, получили опыт, но скажете, ну, ок, людям это просто не нужно. Я хочу еще обратить внимание на то, что, смотри, когда вы что-то улучшаете. Сейчас, обращая всех внимание, Саша потратилась на кофе и есть вкусный кофе. Да. Вот. Не просто кофе, а вкусный кофе. Без горчинок, без ничего. Чистая арабика. Она проводила регустацию и так далее. Вот об этом стоит делать на этом акцент. Если вы что-то делаете лучше, чем остальные, дай людям повод, выбирая между кофейными точками, прийти к тебе. Напиши, что мы купили более дорогой сорт кофе. У нас не горчит, не перчит. То есть говорите о своих преимуществах, не стесняйтесь. Это тоже будет побуждать человека, когда я иду рядом, вышла, я думаю, хочу я кофе. И я думаю, о, там где-то я видела, что кофе какой-то особенный. Это тоже нюанс. Очень важно, что когда клиент к вам заходит, даже если он зашел к вам не поесть, он зашел у вас бутылочку воды взять, обязательно коммуницируйте. Далевайте ему контакт, рассказывайте. А вы знаете, что в нашем кафе очень вкусно можно пожарить мясо и так далее. То есть не занимайте позицию, как вот мы недавно проходили с тобой по заведениям, и все официанты и все, мы просто заходили посмотреть, что это за заведение, 4 кафе подряд. И все делали вид, что нас здесь нет, и типа, что мы просто зашли, и типа, вряд ли мы что-то купим, они так считали, наверное, да? Ну, то есть люди все отмораживались. Наверное, мы так выглядим не как люди, которые могут у них купить. А мы ходили просто посмотреть, где бы нам хотелось купить кофе. И вот рядом 4 двери, но никто даже не попытался с нами заговорить, никто даже не попытался с нами сделать какой-то искренний контакт. Поэтому не пренебрегайте своими клиентами, учитывая то, что вы стоите не в метро, да? То есть у вас нет такого, что этот не купил, этот купит жетончик. Все равно очень. Предлагаю сюда провести метро. Предлагаю. Отличная идея. Да. Это тоже можно. Значит, тебе, давай так, тебе задание. У тебя есть неделя. Мы придем к тебе через неделю, и мы хотим, чтобы эту неделю ты посвятила сейчас непосредственно всем вариантам и возможностям трафика. Наша задача, понятно, сейчас август, люди отдыхают. Но я тебе скажу так, потом будет сентябрь, будет школа, потом будет ноябрь. Едят они всегда. Да. Они начнут готовиться к новому году. Потом ретроградный Меркурий. Всегда будет не время. Поэтому наша задача, несмотря ни на что, неделю плотно поработать над тем, чтобы начать увеличивать свой трафик и анализировать. Анализируй сейчас каждого клиента. Пришел, что купил, что вы ему сказали, что вы сделали, что вы рассказали. Сейчас нужно для себя понять алгоритм, кто приходит, что приходит, почему приходит. Если люди приходят на бизнес-ланч, опять-таки рассказывайте им о своем вечере, что у вас можно вкусно пожарить мясо. Выносите им кусочек мяса жареного вплоть до этого после бизнес-ланча и дайте им попробовать. У вас же безумно вкусно, они не знают этого. То есть можно делать какие-то мини-дегустации. Это тоже классно. То есть наша задача, вот эти люди, которые приходят, они не просто так. Они где-то рядом находятся и они должны стать вашими клиентами. Ваша задача сейчас, неделя у нас есть до нашей следующей встречи, чтобы вы над этим поработали. Да, это мало времени, но это все равно достаточно для того, чтобы сделать какой-то шаг. Твой успех сейчас по скорости обозначается только одним. Все говорят, сколько она заплатила. Почему у нее такая мотивация? Саша ничего не платила, но у нее есть шикарная мотивация. У нее каждый месяц идут минусы. И когда ты тонешь, когда твой кислород заканчивается, у тебя нет времени на то, чтобы сидеть и размышлять. Потому что ты понимаешь, что ты либо утомишь, либо ты что-то стараешься сделать. Поэтому у тебя сейчас все карты в руках. И твоя задача сейчас во что бы то ни стало вырваться и вывести. Поэтому все способы включать, все с нами согласовывай, пожалуйста. И продолжаем подбить, потому что нам уже не стыдно, что сюда люди придут. Они должны просто узнать. Если бы мы могли вот это взять сейчас домиком и перенести хотя бы на 200 метров в какую-то сторону, нам было бы сильно легче. Поэтому, когда мы выбираем заведение, место для заведения, это очень важное решение. Но у нас уже есть то, что есть. Так или иначе, это будет твой шикарный опыт. Но очень бы хотелось, чтобы мы все-таки смогли сделать невозможное. Потому что мне написало очень много рестораторов, честно тебе скажу. Да. Которые сказали, Оля, ну это же капец, где они находятся, ну это же блин. Но у нас есть то, что есть. И наша задача сейчас постараться сделать это невозможное. Сделать так, чтобы люди о тебе узнали. Пришли, остались довольны и захотели сюда вернуться. Сделаем. Пошли гнать трафик. Да. Куда? Простите. Ну что, я обожаю технологии, потому что прошла уже неделя, представьте себе. И за эту неделю ребята изменили уже все, что только нужно и можно было доизменять в интерьере. Учли, я надеюсь, все то, что мы им порекомендовали сделать. И прямо сейчас мы ждем гостей и ждем нашей финальной встречи, чтобы увидеть, насколько в принципе заведение готово встречать классных гостей. Сегодня приедет несколько моих подружек-блогеров. Я надеюсь, что они доедут. для того, чтобы они оценили, собственно, если бы они пришли в это заведение, а они уже сегодня придут, насколько здесь действительно хорошо и, возможно, над чем еще нужно поработать. Или они скажут о том, что, извините, это заведение не имеет шанса. Так что мы это узнаем. А сейчас пойдем смотреть, что же у нас произошло и готовы ли Саша вообще нас встречать. Поехали! 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 Вкусно! Однозначно вкусно. Даже такому человеку, как я, который готовит крайне редко и крайне невиртуозно, получилось хорошо. Когда Вам приносят овощи, Вы видите качество продукта, видите, что они все свежие, классные, вкусные. Прожарку можете делать, какую Вы хотите. Могу сказать, что перезагрузка точно чувствуется. Я уже узнала, что здесь добавили много элементов декора. Здесь стало более уютно. Очень интересное новое заведение. Всегда, когда ты приходишь куда-то в ресторан, ты очень долго ждешь, пока тебе вынесут, пока приготовят, перепутают заказы и так далее. Но не в этом месте, потому что можно прийти, можно заказать овощи свежие, можно заказать сыр халуми, который не растечется по всей тарелочке. Можно заказать мясо для тех, кто любит мясо, несколько видов мяса есть и самому пожарить. Как мне кажется, сюда стоит прийти большой компанией, когда вы тянетесь, что-то берете друг у друга, спорите, кто что будет кушать. Это однозначно будет объединять вас. Самое важное, что это предприниматели, которым не все равно, которые стараются что-то сделать, перезагрузиться. Это значит, что мы должны их поддержать. Вот, что смажь, удачи, я думаю, что у тебя все получится. Так, девчонки, ну что, пришло время, три недели. И пришло время посмотреть, все-таки, что у нас до конца поменялось. У нас сегодня уже все изменения, да? Все. Все, что мы продумали. А ты довольна? Я довольна, мне нравится, получилось уютно, классно, все, ко всему прислушивались, хотя сопротивлялись в некоторых моментах. Но ничего, мы настояли на своем, все. Стены перекрашены, цветы стоят, качели, фотозоны, которые останутся здесь навсегда. Кстати, очень классно, с качелью, это откуда идея взялась, потому что я не слышала об этой идее. Идея взялась буквально вчера, за езда в 5 часов вечера, я пишу, говорю, Саша, слушай, а классно было бы качелю? И через час мне фотоотчет, висит качель, это как? Как вы вообще это сделали? И получилось очень. Ну, кстати, очень классно, когда реально в заведении, вот сейчас такие, мы были недавно на одном мастер-классе, но мы говорили о том, что заведение сейчас очень многие уже проектируются с точки зрения инстаграмности. То есть мы должны заранее придумать, что будут постить наши гости. И в идеале, когда мы им даже даем наметки на это, вот, например, мы, когда сегодня сделаем фотографии, Анечка наша сделает фотографии, обязательно нужно повесить, чтобы гости уже увидели, как круто это смотрится, мы повыставляем кучу сториз, опять-таки, люди уже будут приходить и этим пользоваться, потому что, когда мы пришли в первый раз, кроме как сфотографировать комфорту, нам было нечего, но мы же все любим фотографировать себя, правда? И когда есть какая-то зона, то есть нам все время хочется это делать. Поэтому, мне кажется, это очень классно. Инстазона в туалете у нас появилась. Инстазона в туалете, да, тоже вот такая вот как бы мелочь, да, потому что туалет, опять-таки, нету какой-то дорогой отделки, да, ну что-то там такого супер-пупер, но появились вот эти вот крылышки, с которыми тоже прошло много сражений, вот, с окрачками и с прочими вещами, но все-таки здорово, что я выполнила свою функцию человека удавки, удушки, ты выполнила свою функцию человека дизайнера эстета, вот, а ты выполнила свою функцию, просто взяла и сделала, и это тоже победа над собой. Видишь ли ты, Саша, сама для себя сейчас, есть ли вот для тебя, вот абсолютно честно, я сейчас хочу, чтобы ты сказала, ощущение какой-то разницы в интерьере, там, экстерьере, или, по большому счету, для тебя это не ощущается? Конечно, ощущается. Во-первых, еще первый наш этап изменений, то есть там, когда прошла полторы недели, по-моему, уже тогда фотографии я смотрела, это мое кафе, это точно, вот, и сейчас, да, это качели, но когда мне Катя присоединила качели, я подумала, они издеваются. Ну, в итоге, там, прошло пару минут, я, ну, окей, хорошо, хорошо, взял мяч, работай. Мы сделали эту качелью, повесили ее, крутили, думали, как ее там правильно сделать, сто раз сказали, это невозможно, повесить сюда невозможно, как ее сделать, как то, как это, но, тем не менее, это произошло, вот, мне очень нравится, я бы, я бы пришла. Так, ну что, ребята, давайте обсудим все-таки наш инстаграм, три недели у нас прошло, я думаю, что это самый короткий у нас все-таки получился кейс, последняя неделя, вот, с момента нашей встречи, у нас еще произошел какой-то ряд изменений, давайте подытожим, что сейчас у нас происходит. Ну, если говорить о визуальной части, то визуально понятно, что можно сюда прийти, здесь классное место, здесь можно покушать курицу, теленка, можно пожарить овощи. Сейчас у нас даже фотозона появилась, уже мы даем людям, да, момент, как они могут здесь отметиться, не только с едой, но и для себя получить какую-то фоточку. Да, да, немножко какую-то эмоцию классную получить, еда едой, но кроме еды должно быть еще что-то, что наполняет и дает настроение. Смотри, у нас сейчас есть главная задача, да, над которой вот я хочу, чтобы у Саши сейчас, по сути, ну, как бы, когда мы вначале с тобой говорили, ты говорила, что вы до октября себе поставили срок принимать решение. Мы сейчас решили два глобальных вопроса. Мы решили вопрос того, скажем так, и в онлайн, и в офлайне, что когда к вам попадаешь на онлайн-страницу, что в офлайн, у вас хочется остаться, и видно, что у вас классно. Но у нас сейчас есть глобальная задача сделать так, чтобы люди все-таки к вам попали, потому что я уже проанализировав зону, понимаю, что это достаточно проблемная специфическая зона все-таки. Не только даже вот этот пассаж, а вообще в принципе, потому что, особенно сейчас у нас август, людей очень мало вообще на улицах, их вообще в принципе очень мало. И наша задача сейчас всеми возможными способами рекламы загнать их сюда, показать им это место, рассказав им обо всем. Мы сегодня, кстати, обсуждали момент с девочками, да, с подругами моими. Они говорили, что это очень неплохой формат, который люди с небольшим достатком, средним, должны понять, что здесь очень классно, например, праздновать дни рождения, что это вообще типичный формат для дня рождения, где за достаточно небольшие деньги можно отпраздновать на какое-то количество людей, провести классное время. То есть такая молодая тусовочка, да, движничок. Я думаю, что вам в СММ, как вы считаете, нужно сделать тоже на это акцент. Обязательно. Вот, и мало того, как раз используя те фото и видео, которые мы и сегодня делали, потому что это как раз был формат вот такого фуршета движника, как раз показывать людям, как это может происходить, что здесь это может быть. Потому что обычно, когда мы на заведениях с улицы подобного рода видим банкеты, свадьбы и так далее, да, у нас какой-то ужас охватывает. Но мы должны показать своего целевого клиента, что здесь это может быть. Это как раз ваш формат, отличный. Сюда приходишь и, заметь, никто не хочет расходиться, да, все здесь сюда приходят и очень классно себя чувствуют. Поэтому я думаю, что вот этот как раз момент ключевой до октября месяца, на чем сейчас нужно сосредоточиться, это над онлайн и над офлайн методами привлечения клиентов. Согласны с этим? Да, 100%. Я хочу вот додати, да, это такой персонал досвид, да, дуже швидких каких-то змін там за такой короткий период часу. И треба отзначити справді работу команды СМАШ, да, то, да, то они швидко развивались, они швидко змінювались, пробовали, то есть всего-навсего, это только первый этап. СММ это сложный процесс, который выстроится, то есть это не так просто, но первый этап уже начали, то есть сформировались какие-то новые визуал-сторинки, сформировались какие-то эти, начали уже они нелештавливать там свои просувления, поэтому на самом деле еще очень много работы, и на самом деле крупной, сложной, но очень много работы. Потому что еще другий этап, третий этап, и они все это мают идти по-крокову и мают сделать. Но я сподіваюсь, впевнен, точнее, что Саше вдастся, да, закрити все эти, да, там, побудовать новые мисточки, чтобы клиенты заходили и сделать покупку, комунікували, насправді, очень активно. Дякую глядачам, потому что, на самом деле, мы смотрели, да, большая количество комментариев на самой странице СМАШ. То есть взаимодействие такая, достаточно активная, и это очень круто, что такая возможность появилась. И я сподіваюсь, что самое главное, сейчас этот потенциал не втратить, а, насколько, его умножить, увеличивать и перетворить в качественный контент, который будет интересной аудитории, который будет заманивать и запрошивать людей отмечать прекрасный заклад СМАШ. Я хочу еще сказать, что сейчас будет очень непростой период. Вот у тебя сейчас была такая движуха, и вы меняли очень много таких визуальных вещей, да, то есть то, что связано с интерьером, экстерьером, опять-таки, Инстаграмом, это было по-новому. И мы всегда, когда делаем какие-то новые шаги, нам, конечно, очень хочется очень быстрых изменений, да, потому что пришли люди, которые раньше не приходили, как-то вы по-другому наверняка посмотрели на свой продукт, это классно. Но сейчас нужно набраться, значит, такой вот… Я хотела, кстати, спросить, ты не спортсменка в прошлом? У тебя очень хорошее такое качество, как вот, знаешь, я тебя сравниваю со своей дочерью, она умеет работать только через тренера, то есть ей должен тренер ставить задачу, и она не знает, как это выполнить, но она это делает. Ты пока что за мой опыт в бизнес-шоу за полтора года, ты пока, наверное, мой, не знаю, как тебя правильно сказать, даже лучший, ты же не ученик, подопечная. Наверное, я скажу тебе так, и хочу тебя за это поблагодарить. Вот ребята тоже, наверное, не дадут соврать, потому что даже, когда клиенты платят деньги, они далеко не всегда послушные. А когда они платят, они вообще, у них нету мотивации. У тебя есть очень хорошая черта, ты умеешь работать с тренером, тебе ставят задачу, и ты ее делаешь. Даже несмотря на то, что ты попыталась там где-то, пробить и поднять, я же просто жесткий тренер, вот поэтому я знаю, как с этим быть, и вот, и ты молодец в этом. И сейчас тебе нужно стать тренером для самой себя. Сейчас уже понятно, мы обсудили уже, каким образом нужно работать над привлечением аудитории, и сейчас тебе ежедневно нужно ставить задачи, и ежедневно двигаться, ежедневно стараться всеми силами сделать первый шаг, чтобы клиенты о тебе узнали и пришли. И второе, не забывай, что когда они пришли, это только первая часть. Вторая часть, важно, чтобы они вернулись. И для того, чтобы они вернулись, они должны почувствовать, что это не забегаловка, не заведение, потому что я никогда бы не подумала, что здесь может быть не забегаловка. И вот вы должны создать этот момент. Очень классно, Лера, я не знаю, что ты с ней сделала, но она стала гораздо более приветливой, она стала гораздо более интересоваться. Вот я почувствовала, увидела совершенно другую девочку, хотя я не особо верила. Первый раз я увидела перепуганного ежика с большими глазами, да, такого. То есть это очень правильно. Не бойтесь коммуницировать, не бойтесь. Место ваше, ну, это 99% неудачи. Вот любой ресторатор, все, с кем я общалась, все мне об этом говорили. Поэтому сумеете ли вы сделать невозможное сейчас? Это возможно. Вот я понимаю, что для вас это возможно, потому что судя по тому, какими темпами вы продвигались, и то, что вам удалось сейчас сделать, это победа. Ну, это реально победа. И я хочу попросить всех зрителей сейчас обязательно поддержать Сашу в Инстаграме, обязательно приехать, если вы находитесь в Киеве, найдите время, приедьте, пообщайтесь, посмотрите, поделитесь, расскажите, бросьте в нее свою энергию, ей сейчас очень нужна эта поддержка, вдохновите ее этим. Помните о том, что когда вы делаете что-то для других людей, даже если вы находитесь в другом конце, кто-то когда-то что-то обязательно сделает для вашего бизнеса. У нее самое ценное, это не безразличие. Это не безразличие. То, как она сейчас сражалась эти три недели, это было круто. Это было круто, потому что человек действовал каждый день. Дай Бог, чтобы тебе хватило этой энергии дальше. Я очень хочу этого, потому что каждый отдался очень честно всему, и ты тоже отдалась этому честно. Поэтому сейчас это такой экспириенс, и я хочу, чтобы мы увиделись, предлагаю команды увидеться нам в конце сентября, прийти, и ты нам расскажешь о том, что удалось сделать. Еще раз тебе говорю, не жди, что будет что-то дальше происходить. Ты сейчас все сделала для того, чтобы люди, которые сюда попали, они захотели сюда вернуться, но они должны сюда попасть. Вот это сейчас твоя задача, каждый день это все измерять, смотреть, стараться, пробовать. Я предлагаю тебе, то есть мы обсудили оффлайн-стратегии, мы обсудили онлайн-стратегии. Я думаю, что если ты будешь обращаться, ребята тебе обязательно будут подсказывать, какие-то вещи курировать. И не забывай, пожалуйста, о том, что рядом есть там комфорт-таун, рядом есть какие-то геолокации, где также живут хорошие блогеры с аудиториями. Приглашай, приглашай, вот сегодня я замечала, ты немножечко стесняешься и боишься, помни, что ты хозяйка, знакомься, приглашай, говори, вам нравится, не нравится, посоветуйте мне искренне, будь искренне, открыто с людьми, не стесняйся, вот тебе нужно открыться, не быть колючечкой, бояться, что там, ты хозяйка. Вот смотри, когда к тебе человек заходит в заведение, это ты для него создала эти стулья, этот пол, эту еду, этот запах, эту атмосферу. И если для тебя это важно, значит, ты хозяйка, он пришел в гости, он сел на твой стул, и если он вертит носом, это говорит только о качестве человека. Потому что я ни за что еще не заплатила, но когда ты выходишь, ты мне улыбаешься, ты разговариваешь со мной, ты предлагаешь какую-то еду, все, я нахожусь уже, ты хозяйка, понимаешь, ты решаешь, быть этому человеку здесь или нет. Нет, не будь никогда, не чувствуй себя прислугой, не чувствуй себя человеком, «О, Боже, спасибо, что вы ко мне пришли». Нет, хозяин – это радушный человек, но предполагается, что в гости к нам приходят друзья, а не люди, которых мы уговариваем там что-то сделать. Я, например, всегда радушная хозяйка с людьми, которые ко мне открыты в тех же соцсетях, и совершенно не радушная хозяйка, указывающая на двери, если человек приходит и начинает мне что-то выковыривать. Почувствуй в себе вот это хозяйническое такое, нормальные люди к тебе притянутся, поэтому будь открыта, общайся, общайся с блогерами, проси искренне, говори, мы вас приглашаем на обед, я вас очень попрошу рассказать, поделиться искренними впечатлениями. Если вам что-то не понравится, расскажите, пожалуйста, это нам только позволит стать лучше. То есть твоя задача сейчас – привлечь вот этих людей близлежащих, потому что все-таки твоя аудитория, она близлежащая. Все, кто к тебе будут приезжать с разных сторон, это наши благодарные, любимые зрители, которые не поленятся это сделать. И здесь реально классно отметить, если у вас есть детки, день рождения, особенно если деткам 7, 8, 9, 10 лет, им интересно вот это будет пожарить. Если у вас не суперогромные бюджеты, но вы хотите при этом, чтобы было классно. Здесь действительно очень уютно, это правда. Действительно уютно, действительно интересно и действительно может быть хорошо. Поэтому сейчас твоя задача ключевая – это набрать еще больше энергии и сил и совершить невозможное то, во что мало кто верит. Все-таки сделать так, чтобы здесь было много людей, рассказывать о том, что да, я теперь покупаю классный кофе, да, у нас классные продукты, да, у нас действительно все лучше. Экспериментировать, общаться. И твой прекрасный инстаграм – это прекрасный инструмент для того, чтобы это делать. Вот, но нужно продвигаться, нужно, нужно, энергию в это нужно вкладывать. Попотеть еще нужно. Попотеть нужно, нужно и нужно. И если вдруг, а такое может случиться, что в конце сентября вы все-таки поймете, что, к примеру, ну вот вы сделали все, что возможно, но что-то идет не так, это тоже нужно принять как классный опыт, потому что вы его получили и однозначно сможете переумножить, и потом уже сдать это заведение в аренду, продать или что-то такое, но давайте пока не будем рассматривать варианты, все-таки посражаемся, потому что концепт реально классный, и вы классные. И знаешь, я каждый раз, когда со мной что-то происходит в бизнесе, я все время думаю о бизнесе, типа место, люди, еще что-то, а потом понимаю, что это же все происходит на самом деле через меня, для того, чтобы я менялась, для того, чтобы я в себе что-то открывала. И ты лично для меня открыла потрясающего борца, в хорошем смысле этого слова, достигатора, ты прекрасный достигатор, ты умеешь ставить цели, ты умеешь идти до конца, если бы ты пришла ко мне устраиваться на работу, я бы тебя с удовольствием взяла, ты очень целеустремленная и классная. Ну скажите, у нас был кастинг вот недавно, мы видели людей, ты большая молодец. Спасибо, мне приятно это слышать о тебе. Скажи мне, пожалуйста, меня интересует такая еще вещь, а вот для тебя эти три недели и вот этот вот момент, когда ты запрыгнула все-таки в шоу, что, чем это стало для тебя, вот что ты пережила за эти три недели, жалеешь ли ты, что ты это сделала, не жалеешь, что ты приобрела, вот поделись, потому что нас же смотрит всегда большое количество людей, которые очень боятся, да, этого шага, прийти, потому что нужно обнажиться, нужно сказать, как есть, честно, правду. Ну стоит бояться, стоит. Вообще я не жалею, нет, я бы, нет, ни за что, ни за что бы не отказалась от этой возможности, и нет, не жалею, это было сложно, реально это было тяжело. И особенно вот уже под конец сегодняшнего дня я ждала долго, когда мы поставим, ну дойдем к какой-то точке, когда эти сдачи уже будут сделаны. Вот. Да, это сложно, но да, оно того стоит. Ты для себя открылась по-новому? Вот сама от себя ты ожидала, что ты так можешь? Я знаю, что я так могу. Ну, как бы, для меня сюрприза в этом не было, да, я знаю это о себе. Но самое интересное, я вот вчера это поняла, ну, вечером, что мы же не знаем пока, что это, мы сделаем что-то хорошее или нет. То есть мы это узнаем через какое-то время или не узнаем. Пока что мы что-то сделали, нам это нравится, ну, я имею в виду сейчас даже у нас всех команду, нам это нравится, но мы не знаем, это хорошо или плохо, мы заработаем на этом деньги или нет, потому что все-таки наша цель, ну, как бы, как-то это монетизировать. Безусловно, конечно. И пока что, вот, наверное, это самый сложный момент, что делаем, 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 а обратного какого-то эффекта еще пока нет. Ну, я тебе хочу сказать, что в любом бизнесе всегда история такая же. И, поверь, люди вкачивают огромные бюджеты, работают огромные команды, разрабатываются огромные стратегии. И, действительно, это срабатывает не всегда. Но в любом случае мы, по крайней мере, дали этому шанс со стороны, да, и все то, что мы могли сюда вложить, мы вложили. Я думаю, что сейчас для тебя важно составить какой-то план действий, вот прямо на каждый день. Обязательно шаг за шагом замерять показатели, стремиться и ставить цель все-таки увеличения ежедневного количества чеков, пробовать, смотреть очень внимательно самой сейчас, что влияет, что не влияет. То есть все время вот эти вещи тестировать, если ты видишь, что что-то не работает, значит делать. То есть ты сейчас вошла в очень активный такой формат действия, это очень круто. То есть ты поняла, что ждать, сидеть не надо. Уже момент улучшения в твоей голове мы запустили. Наша задача была запустить этот механизм, потому что Костя абсолютно правильно говорит, предприниматель, во-первых, это человек, который сам себе ставит задачи, он все время их придумывает, он ставит их другим, он выдвигает гипотезы. И из 99 гипотез чаще всего срабатывает одна, и это успех. Об этом нужно помнить. То есть что нету, если бы каждый из нас знал, что нужно сделать, чтобы запустить ресторан, и оно через месяц, этот ресторан приносил нам 10 тысяч долларов, мы бы все открывали ресторан, и вы должны это понимать. То есть тут есть очень много вещей, это должно быть твое, ты должен попасть в тему, тебя должно от этого переть и куражить. Я всегда не знаю, какие качества подключать, я когда думаю о своем ютюбе, у меня тоже бывают очень разные моменты, мне сто раз хочется все закрыть, потом всех уволить, потом никто не умеет снимать, потом, в общем, это постоянный какой-то такой вызов, когда ты думаешь, зачем я все это делаю. Но в какой-то момент, когда ты понимаешь, что кто-то к тебе подходит на улице, один, второй, третий, десятый, и рассказывает тебе свою историю, и ты понимаешь, каким образом ты смог помочь этим людям, хотя ты их даже не знаешь, например, в отличие от нашего знакомства, ты понимаешь, какие важные вещи ты делаешь, это очень круто, и ты понимаешь, что это твое, ты от этого не откажешься, хотя ты год пилишь свои 50 тысяч, мечтаешь о миллионе, которые ты, сука, получишь. Поэтому здесь очень важно, Саша, сейчас надо собраться и просто идти, идти и идти, и поставить себе, если ты поставишь себе задачу, что любой ценой, как я говорю, раком или боком, ты все равно это сделаешь, если нужно будет, ты сама станешь в костюме скомороха, и будешь рассказывать о своем кофе, вот, ты будешь придумывать мастер-классы, вечеринки, дни рождения, проводить здесь тематические фотосессии, привлекать всевозможных партнеров. Если ты себя в это включишь, то ты сделаешь невозможное, ты сделаешь так, что место, в которое мало кто верит, оно станет классным, потому что, по сути, для людей, которым хорошо где-то, знаете, как говорят, с милым и рай в шалаше, им уже не суть важна, нужно ли проходить через арку, поворачивать направо, если они узнают, что им здесь классно, если они узнают, что здесь есть Саша, ради которой они идут, потому что эта девочка не успокаивается, она вытворяет какие-то сумасшедшие вещи, и это место, которым постоянно тепло, классно, вкусно, ароматно, они будут сюда приходить. Тебе, повторюсь, не так много гостей нужно в день для того, чтобы твое заведение давало тебе возможность не быть в убытках и зарабатывать. Поэтому первая задача – это, конечно, выйти в ноль, всегда для любого предпринимателя, оптимизируя затраты, приумножая доходы, и вторая задача уже затем, если тебе удастся выйти в ноль, то тебе удастся дальше наращивать прибыль. Поэтому мы тебе очень благодарны всем, мы тебе желаем удачи, и вот через, считай, полтора месяца мы встретимся и поговорим с тобой же. Если тебе нужна будет наша поддержка, помощь в вопросах маркетинга, мы готовы, правда, помогать, подсказывать тебе все эти вещи, но больше всего нужна твоя энергия везде, всегда так происходит. И, конечно же, я еще раз повторюсь, что, пожалуйста, подпишитесь обязательно на Инстаграм, мы пока что не будем какой-то период времени удалять, не будем старый Инстаграм и новый Инстаграм, чтобы вы просто видели, Саша каждый день просит это сделать, чтобы вы видели эту разницу и понимали, что возможно вот так быстро измениться. И обязательно приедьте, поддержите, напишите здесь, мы столько фишечек всяких придумали, сделайте фоточку, подпишите, оставьте. Скажите, Саша, что мы смотрели ваш шоу, Саша, мы желаем удачи, скажите, какая она классная. Она просто немножко застенчивая, она такая женщина из спецназа, знаете, которая может фигачить, но принимать комплименты, разговаривать по-женски, ей, ну, по крайней мере, с незнакомыми людьми сложно. Поэтому я думаю, это был классный выпуск, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы этого не сделали, я думаю, 34 лайка как минимум всем нужно поставить. и заполняйте анкету, если не боитесь попасть в следующие сезоны, для того, чтобы мы постарались вам помочь, да. Слушайте, умного человека, она хочет, чтобы мы работали только с ней. Ну что, пам! Это было круто, спасибо. О, е-е-е, все, пошли.